Каждый дождь для жителей поселка Мирного как проверка. Смогут ли выдержать не только их дома, но и нервы. Едва ликвидировав последствия сильного ливня, который обрушился на Сочи пару дней назад, сегодня в Олимпийской столице вновь ют дожди. Придет ли вода в дома на этот раз, гадать уже устали, жалуются Вениамину Кондратьеву сочинцы. Как и устали от постоянных подтоплений и обещаний, что скоро дождь не будет для них таким стихийным бедствием. Некоторые только успели привести в порядок свою жилплощадь после последнего ливня. Мы столкнулись опять с проблемой, вода была в домах, это ужас, понимаете? Была ли дома в домах? Была. У нас есть фотографии, у нас есть линдерс. Решить проблему могла бы насосная подстанция. Это бы почти вдвое увеличило пропускную способность каналов. Построить ее губернатор поручил еще в сентябре, однако работы до сих пор не начали. Сегодня Кондратьеву рассказывают о сложности проектирования. Эту причину глава региона не принимает. Им разговоры не нужны, но реальные действия. Вот сегодня у вас есть вишаж в течение месяца, чтобы эти разговоры закончились, и все нереально понимали, что они входят в осень, в глубокую зиму теперь уже, без воды в домах. Вот они должны в этом быть уверены. У вас есть ровно месяц на это, чтобы эту тему закрыть, потому что вчера мы ее закрывали словами, а сегодня надо закрыть делами. Не принимает Кондратьев и оправдание краевого Минстроя и городской власти. Мол, вся документация, несмотря на сложности, готова, весь вопрос теперь в финансировании. Собственных денег у муниципалитета нет, нужны субсидии из казанной региона. Людям абсолютно неинтересны наши проблемы, чиновничьи проблемы. Давайте сделаем так, месяц, последний срок месяц, здесь еще не месяца, здесь ничего не стоит. Вы или говорите мне, кто виновен конкретно, но если здесь не будет подстанции, не будет или вас, или того, кто реально виновен в том, что ее здесь нет. Тогда назовите конкретно, кто помешал ее поставить. Договорились? Поджимают сроки в Сочи не только строительство подстанции и ливневок, но и детских садов. Это еще одно поручение губернатора. Очередь в детские сады здесь вторая по величине после Краснодара. Почти 3000 малышей. В поселке Кудепсто здание для дошкалят уже почти готово. Остаются лишь благоустройство территории и косметический ремонт. Если батареи теплые, значит жизнь уже где-то рядом. Так получается, что это? Работы здесь не прекращаются даже в непогоду. Уже к середине декабря в этот детсад смогут ходить 280 малышей, обещает мэр Сочи. Кондратев, в свою очередь, справедливо замечает. В противном случае детским садом станет дом горноначальника. Отставание недопустимо, потому что, опять-таки, это не моя хотелка, не ваша. Это четкое поручение президента. До 1 января следующего года все детсады максимально, которые должны принять детей, должны их принять. Я вам обещаю, если этот детсад не примет детей, то, я думаю, ваша жилая площадь позволит вам их принять. Другого пути у нас нет. А я могу пообещать, что такого не произойдет. Чтобы закрыть вопрос в срок, в Сочи планируют ввести в эксплуатацию еще два детских сада и открыть группы временного пребывания. По словам местных властей, к 1 января очереди в дошкольные учреждения не будет. Мария Крошина, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань, 24, Сочи.